Доброго времени суток дорогие друзья с вами канал ВЛАНГ и Владимир Куликов сегодня хочу рассказать вам как в походных условиях можно отремонтировать насос примуса шмель всем знакома ситуация я думаю кто имел дело с этим агрегатом звук этот хорошо знает я для наглядности просто снял кольцо чтобы продемонстрировать этот эффект более наглядно всем известно что любой насос состоит из следующих частей нагнетательного клапана всасывающего клапана поршня и цилиндра но по поводу ремонта нагнетательного клапана никаких сложностей нет достаточно удалить вот из этой вот лунки изношенную резинку вырезать небольшой цилиндрик из бензостойкой резины поставить его сюда немножко притереть на шкурочке плоскость гладкую обеспечить гладкую но седло обычно не не изнашивается не портится она всегда находится в нормальном состоянии основной элемент который влияет на работоспособность нагнетательного клапана это вот этот резиночка поставить его на место и опять закрутить резьбу таким образом вы отремонтируете нагнетательный клапан весь секрет вот этого узла заключается в том и капризы в его работоспособности заключается в том что в данном устройстве функции поршня и всасывающего клапана они совмещены и функцию всасывающего клапана играет вот это вот уплотнительное кольцо благодаря вот этим вот хорошо видимым пупырышкам при ходе всасывания кольцо ложится на поршень не плотно а ложится на эти пупырышки и тем самым осуществляется перепуск всасывания воздуха при ходе нагнетания она прижимается к верхней шайбе гладкой стороной обеспечивая тем самым режим нагнетания ну болезнь всего это устройство вот это кольцо она усыхает портится садится и перестает выполнять свои функции найти такое оригинальное в общем-то нереально поэтому для ремонта примуса можно воспользоваться обычным подходящим кольцом круглого сечения бина из бензостойкой резины я вам сейчас покажу наиболее худший вариант когда у вас нет кольца подходящего диаметра вот как у меня в данный момент требуется кольцо 14 миллиметров у меня кольцо 16 миллиметров 2 в поперечнике перед тем как приступить к ремонту насоса вам нужно посмотреть если кольца вот эти на поршне крутятся их нужно поставить и проклепать проклепав эти кольца вы обеспечите их лучшую герметизацию и работу насоса теперь я уже взял и отрезал рез производится наискось под 45 градусов вы в данном случае берете в качестве оправки 10 миллиметровую трубку вот я взял медную и под 45 градусов удалил из этой трубки из этого кольца ненужный сегмент вот этот вот сегментик я его удалил из кольца рез производится очень аккуратно под 45 градусов к оси кольца и таким образом чтобы замок кольца попал в стык при вставлении кольца вот в цилиндр теперь немаловажное дополнение для того чтобы у вас обычное кольцо могло выполнять роль клапана на данном вот поршне в нижней шайбе поршня делаются два три прореза ножовочным полотном это перепускные каналы которые будут обеспечивать всасывание перепуск воздуха на ходе всасывания вот вот они режутся вот так стараясь не задеть нижнюю шайбу то бишь верхнюю при его рабочем положении потом шкурочка снимаете все заусенцы и вот она разрезное кольцо я его ставлю сюда наношу на него буквально капельку нейтрального масла и аккуратно чтобы не за дар не задрать это кольцо вставляю его на место завинчивая накидную гайку поршня все слышите выхлопной звук нагнетательного клапана насос приведен в работоспособное состояние на ваших глазах если вы подберете подходящее кольцо чтобы не нужно было его делать разрезным то это только улучшит работу вашего насоса благодарю за внимание до следующих встреч с вами был владимир куликов и канал в ланг все вам доброго